Вместо делового стиля одежды, удобные футболки и брюки. С 6 апреля всероссийские школьники учатся дома. Уроки по 30 минут учителей и одноклассников заменил компьютер. Объяснение материала и общение только дистанционно. В первые дни новая схема обучения давала сбои. Не все электронные платформы и интернет-провайдеры были готовы к тому, что школьники всей страны одновременно будут заниматься с помощью интернет-технологий. Ситуация достаточно напряженная, но хочу вас заверить в том, что учителя вместе с учениками учатся. Сейчас осваивают новые форматы взаимодействия родителей, детей и учителей. И в первые два дня действительно было достаточно напряженно. Учителя оперативно заменяли общение через платформу другими путями. Мессенджеры, электронные платформы, технологические карты и онлайн-конференции. Эти, казалось бы, такие далекие понятия от привычного учебного процесса за несколько дней прочно вошли в жизнь саровчан, чьи дети учатся в школе. Учителям тоже непросто. Происходит осмысление многих вещей. У нас каждый день после того, как учителя общаются с детьми и проводят уроки, они учатся сами. Я вот сам каждый день сижу на вебинарах для учителей. Буквально два дня подряд в 15.30 и до 18.00 мы учимся все. И директора, и завучи, и учителя, и руководители системы образования. По словам Владислава Мухина, департамент образования не ограничивает учителей в использовании платформ и мессенджеров. Главное, чтобы ученики усвоили школьную программу. Обязательные условия – ежедневное общение школьников с классным руководителем и выдача учебных материалов накануне занятий. У нас на передовой медики, а вторым эшелоном идут педагоги. Это я точно могу сказать. Нет педагогов, которые сидят сложа руки и ждут, когда за них их работу выполнят родители. Это я могу сказать совершенно точно. Что касается работы детских садов 13 апреля, то решение о необходимости дополнительных дежурных групп будет принято после поступления официальной информации из ядерного центра. Только после того, как будет известно количество сотрудников, которые выйдут на работу, сформируют, если будет нужна дополнительная группа в дежурном детском саду, либо откроют дежурные группы в нескольких садах. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.